Привет, с вами Вилса Ком и я на кухне. Это лучшее место, где можно пообщаться за жизнь, обсудить слухи и просто поболтать. То, что мы с вами любим. Вообще, этот формат задумывался для нашего второго канала, который называется Вилса Лайф. Если что, подписывайтесь туда. И я думаю, что я верну этот формат к постоянной жизни, прям каждодневной, уже начиная с сентября. А пока темы достаточно интересные, поэтому этот формат выходит здесь, непосредственно на основном канале. Вообще, его фишкой является то, что я говорю, без монтажа как есть в один план. Но сегодня мы его немножко порежем для того, чтобы было поменьше воды, побольше конкретики. А темы следующие. Huawei провела свою конференцию, где анонсировала Harmony OS. Это та самая операционка, которая должна будет заменить Android. А также недавно прошли согласованные митинги непосредственно в России и еще во всевозможных городах в поддержку митинга в Москве. А значит, что власти немножко напряглись. И тут же прилетело YouTube. Казалось бы, да? Прошел согласованный митинг, YouTube крайний. Обсудим еще и эту тему. Ну и, конечно, возможно, зацепим еще всякого разного интересного. Наливайте чайку, заваривайте пельмешки. Полетели. HDC 2019. Именно так называлось мероприятие, на котором Huawei анонсировал свою операционную систему. Ну, как оказалось, у Huawei есть какая-то конференция, в том числе для разработчиков, как у больших, знаете. У Google есть, у Apple есть, у Microsoft есть, у Huawei тоже будет. И на этой самой презентации Huawei анонсировал свою собственную Harmony OS, которая должна прийти на помощь компании, если злая Google все-таки отнимет у китайцев Android. Если вы вдруг последние два месяца были в анабиозе, или вообще не понимаете, что происходит, я вам расскажу. Дональд Трамп и Си Цзиньпин немножко повздорили. Ну, знаете, мальчишки там немножко не поделили песочницу в пару-тройку миллиардов долларов. И на этом поприще китайцы получили себе вот такого леща от Дональда Трампа в виде санкций. Он запретил американским компаниям торговать с Huawei, а Huawei компания практически государственная, там большая доля правительства, а это значит, что это госкомпания. Так вот, он говорит, пацаны, отбираем у них Android, значит, закрываем им доступ в Wi-Fi, значит, этот синдикат, вот этот Bluetooth, все у них отнять и ничего не давать. Ну, я, конечно, образно говорю, но вы идею поняли. Самым страшным стало что? То, что у них отняли Android, ту самую лицензию. Вы, наверное, думаете, ну, как могут отнять Android, она же бесплатная, все, да, бесплатная, классная. Да, сам Android бесплатный, а вот сервисы в виде магазина и прочего-прочего, это все платное, это все нужно получать по лицензии. И вот этот момент, конечно, немножко костью в горле встал, люди стали немножко нервничать, не понимать. Я недавно купил свой замечательный Honor или Huawei, а что будет с Android? Компания тут же заявила, типа, пацаны, не ссыте, все будет нормально. На действующих аппаратах все обновления будут прилетать, все окей, это в будущем, ну, а там порешаем. В итоге порешали, и сейчас все откатилось назад. Huawei снова дружит с Android, Дональд Трамп помирился с Си Цзиньпином, все нормально. Но при этом Huawei заявили, что у нас есть план B. На всякий случай, если Дональда Трампа опять перекосоебит в какой-то момент, мы возьмем и выкатим свою собственную операционку, над которой мы уже много лет работаем. Тысячи и тысячи наших сотрудников, не покладая рук, ног и других частей тела, пишут код и делают хорошо. И вот на конференции HDC, о которой мы раньше не знали, выкатили нам эту Harmony OS. В итоге, ну, стыдно немножко. Но, пацаны, там, конечно, сложно, дорого, богато. Три с половиной часа они рассказывали про все свои вообще вот эти планы завоевания планеты. Но мы с вами должны вычленить одну очень простую истину. На самом деле, я даже не буду вдаваться в подробности, что это за операционка, в чем прикол. Но это, знаете, типа Тайзена. На самом деле, Samsung тоже в свое время холил или леял планы, как бы сползти так с Android'а, чтобы не быть зависимым от Google и других вот этих американских корпораций. Но многие поняли, что никакого смысла в этом нет. И в итоге Тайзен превратился во что? В операционку для телевизора, для часиков, для всякой носимой электроники и т.д. и т.п. И вот Harmony OS это примерно то же самое, потому что первый гаджет, который скоро можно будет купить, это телевизор. На Harmony, черт возьми, OS. Но она может запускать и приложение для телефона и работать как операционка для телефона. А знаете, в чем прикол? Она может запускать приложение на Linux'е и на Android'е. И вот тут мы ставим жирный крест вообще на всем, потому что вообще плевать, что это за операционка. Если мы говорим про Китай, то они вот такой, вот такой болт, вот такого размера в диаметре клали на американцев и на их политику. Они могут распространять там бесплатно свой, собственно, открытый Android, на него ставят WeChat'ы и прочие всякие магазины левые, и оттуда все замечательно качать. Им для этого одобрение Дональда Трампа не требуется. А вот на мировом рынке они, конечно, должны красиво выпускать устройство по лицензии. И тут как бы пригодилась бы Harmony OS. Но она запускает приложение на Android'е. А знаете, что на Android'е работает? Все самые популярные американские сервисы, типа YouTube от того же Google'а, типа Instagram'а, типа Facebook'а. Вот вам картинка, на которой вы увидите 20 самых популярных приложений из магазина Google, и 10 из них это сервисы из Америки. Соответственно, если начнется торговая война, если Дональд Трамп запретит Android так, что придется раскатывать Harmony OS, то какой в ней смысл, если половина приложений, а это только самая популярная, и еще, наверное, треть каких-нибудь менее популярных, окажется также под баном. Потому что если нельзя Android, скорее всего, и Facebook не даст ни Instagram, ничего, ни WhatsApp. И нахрена мне здесь, в России, например, Huawei смартфон без WhatsApp'а, Instagram'а, YouTube'а и вообще без всего. Можно, конечно, слава вся Android скачать АПКшку, что-нибудь навернуть, но если война пойдет дальше, то, скорее всего, здесь могут и удаленно все это блокировать и так далее, и так далее. И нахрена мне за свои же деньги весь этот геморрой? Поэтому я считаю, что Harmony OS и то, что Huawei в эту сторону смотрит, это в целом хорошо, это круто, это создает давление, наверное, это может какую-то создать конкуренцию в целом в глобальном понимании, но как замена Android'а, которая запускает приложение на Android'е, да это не решает проблему фундаментальную. Я об этом говорил, говорю, буду говорить. В 2019 веке мне вообще плевать, какая операционка, прям плевать, потому что будь то iOS, Android, Аврора, прости господи, да вообще до фонаря, если там запускаются сервисы, которые мне нужны, хорошо. Почему умерла Windows Phone? Да не потому, что это была плохая операционка, она была быстрая, симпатичная, оригинальная, на ней не работали в том числе сервисы Google, люди покупали Windows Phone, Люмию такие, а где мой YouTube? А ему говорят, чувак, следи за рукой, вот твой YouTube, иди на непосредственно свой браузер и смотри через свой мерзкий браузер свои вот эти видосики. И возникает вопрос, зачем? Почему я покупаю смартфон за столько же, сколько стоят конкуренты на Android'е или iOS, а при этом страдаю как последний плебей? Вот тут все и поломалось, и Windows Phone приказал долго жить. То же самое будет и с Хармониоз. Поэтому в Китае они и так порешают, а на зарубежном рынке без американских партнеров это вафля, которая неконкурентно способна. И я не верю, что есть люди, которые такие, хжжжж, рву на себе последнюю рубаху, Huawei, мать, отец и хонор, святой брат, не знаю. Короче, идея в том, что, ну это фигня. Ну вот фигня, реально. Поэтому я смотрел эти 3,5 часа презентацию, прям как есть в лайве, и рвал на себе волосы, на спине, на коленях, на подмышках, на пятках, ну везде, где растут волосы у нормального человека, я все оторвал. Я теперь лысенький, как младенец. Просто, ну хоть какой-то позитив от просмотра трансляции. В итоге я практически на 100% уверен, что Хармониоз останется где? В часах, во всяких браслетах, во всевозможных телевизорах. В общем, ровно то же самое, что у Самсунга с Тайзеном. Поэтому, с еще раз, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, да плевать. При этом Huawei вроде как ведет переговоры с российским Яндексом о том, что они поставят ли в смартфоны для России Алису. И вот тут я, наверное, поддержу, ребят, потому что, ну, Google Ассистент все-таки корявенький. Я, наверное, обращусь к Самсунгу и скажу, ребята, ну вы Bixby не можете локализовать? Воткните туда Алису, почему нет? По крайней мере, пока. По крайней мере, пока у вас нет альтернативы. Пускай там будет Алиса по умолчанию, и всегда можно будет отключить. И ладно, вот эти коллаборации меня более чем интересуют и устраивают. Но вот эти движения по поводу внедрения своей операционки, кого вы пытаетесь этим напугать? Ну серьезно. Обратили внимание на вот этот смартфон? Это Xperia 1, флагман от Sony, и смартфон весь из себя классный. Здесь экран 21 на 9, соотношение, чтобы киношкой смотреть, радоваться. Здесь классный сериозвук, 4K экран, в общем, все радости жизни, за исключением отвратительных камер. Я переполз сюда с OnePlus 7 Pro. Пока мне более-менее нравится. Я страдаю от того, что батарейка стала меньше. Здесь всего 3 300 с копейками против 4 OnePlus, и мне не хватает. Я заряжаю его чаще, и это немножко страдание. OnePlus мы, кстати, разыгрываем. Ищите по ссылке в описании видос с моего отчета о первой неделе на Андроиде. Там же сможете выиграть OnePlus в конце августа, потому что мне он просто не нужен. Я похожу еще с Xperia, может быть, день-два, потом переползу на следующий Андроид. И в конце этой недели ждите еще один отчет о том, как я живу на Андроиде весь август, только уже с примерами и конкретным рассказом о приложениях. Потому что это самые важные сервисы, приложения, то, как это все работает. В целом, как операционка себя ведет. Да мне плевать, шторка что на iOS, что на Андроиде. Плюс-минус один хрен. Ну реально, есть тут ограничения, здесь какие-то сложности. Везде есть свои плюсы-минусы, но в целом это как оболочка. Да мне все равно. Я пришел к этому вот сейчас, и понимаю, что в 2019-м, что Андроид 10, что iOS 13. Один черт возьми хрен. Важно только, какие сервисы есть, какие приложения где выходят, что сколько стоит. Вот это действительно круто. И экосистема. Об этом я тоже отдельно говорил. Сегодня, ну по сути, вам производители не продают конкретный телефон. Они даже не продают конкретную операционку. Они продают вам экосистему возможностей. Покупая iPhone, я могу купить к нему чехол в любой пятерочке H&M вообще в любом магазине. Я могу пойти его отремонтировать, где бы я ни был. Потому что все ремонтируют iPhone. Если у меня сломается вот эта Xperia 1 с ее очень крутым экраном, хана, где я его починю. Я даже не уверен, что в сервисном центре официальном есть экраны сейчас в наличии, чтобы я пришел, и мне быстро починили. И вот это стоит денег. Вот за это мы платим. Но это на самом деле тема для отдельного ролика. Я думаю, что мы ее запишем. Надо главное не забыть. А пока переходим к истории с YouTube. Как вы знаете, 10 августа прошли согласованные митинги. Многие мои коллеги-ютуберы поддержали это мероприятие. Здесь и Данила Поперечный, и Юрий Дудь, и Ильдар Джарахов, и многие-многие другие. Такие, например, исполнители, как Оксимирон, вписались. Рэпер Фэйс и многие-многие другие. Я не вписался только потому, что был в этот момент не в Москве. И не в моих правилах призывать вас куда-то идти, если я сам в этом не участвую. Если я сам этим не пользуюсь. На этом вообще построен канал Велсаком. Я рассказываю, даже если эта реклама только о тех гаджетах, которыми сам пользуюсь, сам бы пользовался. Или они мне интересны. Если это не достойно вашего внимания, то мне проще ничего не говорить, чем захламлять вас всяким информационным мусором. Вам и без меня тут в уши нальют как положено. Поэтому я сидел тихо. Мне тут же стали предъявлять. Что ты молчишь? Вон они все говорят, а ты молчишь. Я, ну еще раз. Но моя позиция в данном моменте была такая. Я поддерживаю основные претензии и считаю, что митинг был максимально полезным. Потому что, ну сколько можно это терпеть? Но если вы хотите более подробно мою позицию узнать, то я высказывался на канале как раз Вилса Лайф в ролике про пожары в Сибири. В том числе и про ситуацию с митингами, выборами и всем, что происходит. На самом деле, сегодня дискуссия о другом. Прошел согласованный митинг и тут же полетела на Ютуб. Я, в принципе, этого и ожидал. Я сидел такой, думал, окей, митинг пройдет, кто окажется крайним? Конечно же, Ютуб. Тут же прилетела от Роскомнадзора. Они говорят, слышь, Ютуб, там какие-то пуш-уведомления приходили, а мы на эти каналы не подписывались, а нам рекламировались митинги. Значит, кто-то из оппозиции, из вот этих вот, значит, чуваков покупает у вас рекламу. Ну, вот эти пуши продаются, а вы вообще крайние. И давайте мы вас за это оштрафуем, забаним и вообще лишим всех прав. Тут же подключился Совет Федерации. Дескать, так делать нельзя вообще, что происходит? Ютуб, объяснись. Ютуб молчит, Ютуб вообще выбрал позицию. Он молча платит штрафы. На самом деле, у Роскомнадзора уже были претензии к Ютубу по части определенного законодательства Российской Федерации, которое не исполняется Гуглом. Вот что ты пиликаешь? Что ты пиликаешь? Вот этот вот Android пиликанье меня прямо бесит. Выключи, пожалуйста, громкость, чтобы вот была... Ну, спасибо. Ну, потому что, вы представляете, какое количество запросов идет от того же Роскомнадзора в Ютуб? Какое количество видосов заливается на эту платформу? Это сотни тысяч в день часов. И, конечно, отсмотреть это все, это нужны десятки тысяч людей. Конечно же, у Гугла есть настоящие люди-модераторы. Но они, во-первых, с ума сойдут, если будут смотреть все эти челленджи, DIY и прочие безумные ролики. А, во-вторых, для того, чтобы как-то оптимизировать эту процедуру, существуют алгоритмы. Мы все его заложники, к сожалению, и я в том числе. До хрена подписчиков просмотров не так много, потому что каналов становится больше. Потому что Ютуб в целом немножко ушатал институт подписок сегодня. Люди подписываются и потом о контенте не вспоминают. И если алгоритм им подсунул в рекомендации, типа, чувак, смотри-ка, вот это тебе может быть интересно. Тут они вспоминают, начинают смотреть. Ролик набирает чуть больше просмотров, чем обычно. Алгоритм раскидывает его чуть большему количеству людей. Это правильно. Я страдаю от этого. Я недополучаю просмотры. Но я понимаю, что в текущей ситуации это, наверное, один из самых правильных вариантов решения проблемы. Есть один человек, у которого 10 лет назад было 2 канала. Он мог смотреть А, Б. А сегодня у него 33 тысячи каналов. Серьезно, я смотрю, на что люди подписаны. Это сотни и сотни каналов. И если смотреть контент на каждом, то просто жизни не хватит. На этом ты сегодня интересуешься гаджетами. Вышел айфон, пам-пам-пам-пам, активность пошла вверх. Хорошо. Завтра тебе плевать. Ты смотришь, как, не знаю, делать лизуны. Окей, такой контент тебе тоже YouTube предложит. Поэтому если... Ааа, заклебал меня пиликать. Если тебе вдруг сегодня интересны митинги, то YouTube предложит тебе митинги. Если ты смотрел ролики Навального, завтра тебе прилетят митинги. Потому что алгоритм понимает, это плюс-минус интересно тебе сегодня. Даже если ты на этот канал не подписан, тебе пушем прилетит. Или какая-нибудь прямая трансляция началась. Так работает YouTube. Никто ничего, я уверен, не продает. Такой услуги в принципе нет на YouTube, чтобы тебе вот такой платный пуш прилетел. Конечно же, есть продвижение, реклама и так далее, и так далее. Но предъявлять это YouTube сегодня... Ну серьезно, чуваки, вы разберитесь, как работает платформа. Как она действует, что происходит. Потом предъявляйте. Пока это выглядит как агония, чуваки увидели, что много-много десятков молодых ребят вышли на улицу, недовольные тем, что происходит в стране. И нет, чтобы лечить причину, начинают купировать последствия, вот эти симптомы. Да это полная хрень. Давайте закроем YouTube завтра. Давайте нахрен YouTube вообще. И Хармониоз с Авророй. Ура! Но это не даст никакого эффекта. Ну поверьте мне. Но мне так кажется. Я не эксперт. Я никого ни к чему не призываю. Вы же меня знаете. Моя хата с краю в данный момент, но я смотрю со своей колокольни и понимаю, что ну какая-то дичь творится. Если завтра YouTube закроют, я вообще не удивлюсь. Но надеюсь, что до этого не дойдет, потому что еще раз это не решение проблемы ни разу. Но меня до сих пор до глубины души поражает, с какой вопиющей безграмотностью наши парламентарии, законодатели подходят к своим обязанностям. Не разбираюсь в вопросе, просто заявление раз, два, похрен вообще, никакой ответственности. Тут что-то сказал, там что-то сказал, тут кого-то обвинил, тут кому-то что-то предъявил. И такое типа нормально вообще, а там порешаем. Популизм. Популизм во всем. Популизм в поддержке сибирского леса, об этом я говорил. Это хорошо, что люди подняли эту тему. Это плохо, что люди начали пиариться на этой теме. Популизм в митингах. Сегодня митинговать вдруг стало, ну, наверное, круто и это классно. Ура, побежали в эту сторону. Если ты делаешь это от сердца, красавчик. Но если ты делаешь это просто потому, что сегодня это собирает классы, это немножко, на мой взгляд, не круто. Поэтому здесь очень просто ошибиться. Здесь вот как минное поле, непонятно вообще, где рванет. Ты сегодня в одну сторону пошел, там вроде окей, потом бабах разорвало, просто кровь кишки во все стороны. Ужас. И я в этом плане тоже не хочу ни пиариться, ни говорить что-то в контру, ни говорить что-то за. Потому что ты не можешь предугадать, что завтра произойдет. У меня такой задачи не стоит. Я сижу и кайфую от техноштучек. Я, например, замутил себе 360 камеру. К ней стабилизатор, к ней всякие приколюхи. 8К буду по Москве ездить и красоту вам 8К 360 показывает. Классно, классно. Я добыл подводную лодку, которая снимает под водой где-нибудь в мутной воде. Можно увидеть затонувшие всякие гаджеты и прочие автомобили мотоцикла. Крутая тема, крутая. Совсем скоро будет Ифа, Gamescom и презентация Apple. Вот это меня интересует. Но также я не могу абстрагироваться от того, что происходит в моей стране. Я патриот своей страны. Мне, конечно, хочется, чтобы все было здесь хорошо. Я, наверное, последний человек, кто должен. И все ребята, на самом деле, кто выходил. Последнее, что они хотят делать, это подвергать свою свободу, что нет, опасности. И как-то вот лишнее внимание к себе ненужных людей привлекать. Но они это делают. Понимаете, какая штука? Они это делают. И вот это достойно уважения. Потому что у них достаточно денег. Они могут сидеть себе вообще плевать в потолок и делать какой-то развлекательный контент. И горе не знать. Но они это делают, потому что они чувствуют, что им здесь жить, им здесь расти детей. И становится немножко неловко, когда ты боишься полицейских больше, чем любых вообще отмороженных идиотов. Когда меня останавливает ДПС, а я еду, знаю, что я вот пристегнут, все нормально. А такое впечатление, что меня остановили, а у меня в багажнике три трупа лежит. Какая-то неловкость. Так не должно быть. Почему правоохранительные органы вызывают во мне больший, ну не ужас, я на самом деле ничего такого никогда с ними не имел. В смысле негативного опыта. Но все равно есть какое-то вот это странное, знаете, как сосет под ложечкой. Вот любят в книгах использовать такую тупую совершенно фразу. Сосет под ложечкой. Ты кажешь, что ж за дичь. Вот это чувство как раз оно. Короче, друзья мои. Все неоднозначно, все не очевидно. Но я надеюсь, что до бана Ютуба, до всяких страшных вещей не дойдет. Вот я надеюсь, что власть услышала сигнал. На самом деле, что такое митинг? Это волеизъявление людей. Они вышли, сказали, что-то какая-то дичь творится. Почему на... Причем тема-то вообще дикая. Допустить кандидатов в депутаты Московской городской думы. Их даже не большинство. Если вообще всех взять, зарегистрировать, и их потом еще всех изберут, то их все равно не будет большинство. Чего так испугались, я не понимаю. Наверное, будет сложно в очередной раз перекладывать бордюрный камень. Потому что Мосгордума в том числе распространяет бюджет. Ну, распределяет. И это как бы... Короче, не знаю, что происходит. Мне как-то диковато от всего этого. Я смотрю в одну сторону, в другую. Блин, что происходит? Но я надеюсь, что все все поняли. Все все услышали. И какие-то соответствующие действия будут сделаны. Потому что блокировать Ютуб, блокировать соцсети, отключать интернет, закрывать лидеров оппозиции. Ну, очевидно, что эти меры уже сегодня не работают так, как работали еще 10 лет назад. Там, 7 лет назад. Вот такие вот мысли у меня, когда я на все это смотрю. Ну, а еще раз. Будем надеяться, что благоразумие какое-то восторжествует. Слишком много агрессии. Слишком много негатива. Заходишь в комментарии Ютуба, там все друг друга поливают. Заходишь в комментарии Инстаграма, там все чем-то недовольны. Вообще, я заметил, что у нас за последние несколько лет слишком много агрессии. Люди выплескают ее в интернете. Потому что, видимо, больше особо негде. Вот эта вот агрессия и культ агрессии, и культ, знаете, наездов. Вот, ну, это как-то странно, на самом деле. Я за созидательность. Сделай что-то сам. Как я говорил в ролике про Сибирь. Прими участие. Закинь 500 рублей, если тебе не жалко. Ну, какая-то созидательная часть. Потому что критиковать, вонять в интернете, говорить, орать, выходить на улицы, громить все вокруг. Это не вариант. Это, на мой взгляд, не выход. Все-таки я за то, что мы все адекватные, воспитанные, образованные люди. Даже если ты школьник 13 лет, ты все равно интересуешься гаджетами. Я говорю про свою аудиторию. И я надеюсь, что ты более-менее соображаешь, что вообще происходит. Поэтому моя позиция, что нужно действовать исключительно головой. Нужно действовать теми средствами, что у тебя есть. И те, что тебе даны. И тогда все будет хорошо. Если ты не можешь ничего исправить, ну, значит, ты ничего не можешь исправить. Если ты не хочешь ничего исправлять, значит, ты не хочешь ничего исправить. Есть люди, которые живут в бедности, получают 3 копейки и им окей. И ты не можешь на них повлиять и сказать, что вот он такой хороший, плохой или какой угодно. Да ему вообще нормально. Вот ему по-хорош, по-кайфу. Ну, значит, ему по-кайфу. Куда ты лезешь со своей колокольной к другим людям? Вот это моя основная позиция. Потому что я оцениваю все это со стороны. Не потому, что я такой, знаете, удобно устроился. Такое, значит, вроде бы что-то и по делу сказал. И отскочил. И вроде такой. А, да нет. Это моя позиция по жизни. Я не лезу со своим мнением никому. Понимаете, я ни на кого не наезжаю. Никого не критикую. Никому не предъявляю. Потому что кто я такой, чтобы это делать? Это люди со своей жизнью, со своими заморочками. Или какие-то процессы, к которым я не имею прямого отношения. Чего я буду туда лезть? Я, конечно, как и все, люблю поговорить на кухне. Там, тра-та-та, что-нибудь покритиковать. Но вот мы с вами на кухне и встретились. И поговорили. И про YouTube, и за жизнь. И про Хармониоз от Huawei. Прости, господи. На этом буду заканчивать. Но не прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам пуш-уведомления приходили о новых роликах. Потому что у нас здесь много всего интересного происходит. Там у нас, собственно, и Galaxy Note. Наверное, десятка скоро приедет уже в коробочке. Мы его распакуем. Я похожу с ним интересно. У нас куча всего классного запланирована. Распаковка самолета, подводные лодки. Что только нет в ближайшем контенте. И, конечно, порадую вас еще всякими новинками. Ну, все, что вы любите. Так что, увидимся в интернете. Субтитры сделал DimaTorzok